Главное за неделю в репортажах наших корреспондентов в студии Олег Зверев. Здравствуйте! Когда же будет тепло всем? На этой неделе продолжились работы по подключению отопления в дома горожан. Пока на все 100 греются только 4 района Самары. Больше всего проблем в Самарском районе. Там без тепла остаются около 70 зданий. Работы в центре идут круглосуточно. В ближайшее время неполадки будут устранены. Что делать, если у вас все еще холодно? Телефон горячей линии поможет. В департаменте ЖКХ обещают отреагировать на все обращения. Лариса Шалафаст узнала, когда наладится погода и в домах исторического центра. Ремонтные работы на улице Алексея Толстого ведутся круглосуточно. Отопительный сезон для жителей этих домов пока не наступил. Надеемся на лучшее. Но я думаю, без отопления-то они оставят зиму. Труба дала течь в первый день отопительного сезона. Оперативно приступить к работам подрядчикам помешали старые гаражи и сараи. Когда территорию расчистили и раскопали трубу, она больше напоминала решето. Специалисты муниципальной управляющей компании, она недавно стала обслуживать эти дома взамен прежней коммунальной конторы, решили не латать дыры, а полностью менять трубы не только на этом участке, но и по всей территории района. У нас сейчас на 26 объектах, это где-то было 175 домов. На этих объектах меняется полностью труба от колодца до колодца. Думаю, по крайней мере на 5 лет мы сможем закрыть вообще эту тему по этим адресам. Износ теплосетей в Самарском районе составляет 90%. Пока без тепла остаются порядка 100 домов. Ремонтные бригады работают на этих участках без выходных. На помощь жилсервису пришли еще несколько управляющих компаний. Общими усилиями все порывы в Самарском районе планируют устранить в течение недели. За первые пять дней со дня старта отопительного сезона тепло было подано более чем в половину домов. Раньше за тот же срок успевали охватить меньше 40% многоэтажек. В этом году, безусловно, нам удалось гораздо в более сжатые сроки осуществить подключение как населения, так и социально значимых объектов. Сейчас завершается, то есть у нас осталось там менее 1% неподключенных домов. В любом случае, пока каждый дом не получит тепло, он останется на контроле. Для всех, у кого батареи еще недостаточно горячей, работает горячая линия. Звонки принимают в районных администрациях и в городском департаменте ЖКХ. Здравствуйте, горячая линия. С начала работы на телефоны горячей линии поступило больше 500 обращений от самарцев. Все они находятся на контроле специалистов. Горячая линия по отоплению будет работать еще несколько недель. Обращаться можно по телефонам, указанным на экране. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Столичной Колобашкой по самарским дорогам. Активисты Народного фронта прибыли к нам в город с инспекцией. Прежде всего, они проверили те улицы, которые находятся на гарантии. Какую оценку самарским дорогам поставили добровольные инспекторы, узнала Мариана Мирная. Возле 58-й средней школы долгое время не было ни пешеходного перехода, ни разметки. Инесса Теплова, жительница дома напротив, говорит чудо, что никто из детей не попал в ДТП. Теперь здесь ходить стало не страшно. Я хожу каждый день. Чтобы мне раньше не было вообще никаких переходов. И приходилось нарушать правила дорожного движения. Спасибо машинам, которые останавливаются, нас пропускают. Иначе по-тругому никак. Дорожная инспекция во главе с депутатом Госдумы Александром Васильевым проверяют не только инфраструктуру возле социальных объектов, школ и поликлиник. Пристальное внимание к качеству гарантийных дорог. Такие дороги должны быть отремонтированы за счет подрядчика. Ни капли бюджетных денег не должно быть потрачено на ремонт уже отремонтированных улиц. Инспекторы-активисты несколько лет проводят мониторинг гарантийных дорог во всех регионах страны. В Самаре под наблюдением пока 8 улиц. Измерительные приборы привезли с собой. Рейкой замеряют высоту трамвайных рельсов. Размер ямы тоже определяют специальным прибором. Тогда мы сделали вот такую колобашку. Это кусок дерева, но он выпилен строго по нормативным требованиям ГОСТа. Это предельно допустимые размеры ямы. 60, 15, 5. И если эта колобашка проваливается в яму, то такая яма не является нормативной. В яму между трамвайными рельсами деревянный агрегат провалился. В департаменте благоустройства объясняют, междурельсовое пространство еще не ремонтировалось. А сама улица Полевая в 2011 году отремонтирована была картами с гарантией на один год. Подрядчик поддерживает полотно в приличном состоянии. К замечаниям Дорожной инспекции Народного фронта в Самаре относятся ответственно. Моментально будем исправлять. Соответственно, есть представители госавтоинспекции, департамент транспорта. Все те решения, которые будут приняты и поступят к нам в департамент, учитывая, что мы являемся главным распорядителем бюджета, то мы, соответственно, их выполним обязательно в кратчайшие сроки. К чемпионату мира 2018 года в Самаре будут отремонтированы практически все дороги. В том числе будет произведен комплексный ремонт улицы Полевая. А пока самарцы могут напилить себе вот таких колобашечек и самостоятельно измерять ямы на проезжей части. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Первые медведи прилетели на Самарский авиационный завод. Вместо Ан-140 предприятие займется обновлением стратегического бомбардировщика Ту-95, за которым давно закрепилось косолапое прозвище. В Самаре летающих медведей встречал Андрей Волков. В небе над Самарой медведь. Так военные летчики всего мира называют российский дальний бомбардировщик Ту-95. Эти самолеты патрилируют небо над северным полушарием, но взлетают и садятся всегда на родной аэродром в Энгельсе. Посадка на чужую полосу – редкость. Потому сначала круг воздушной разведки, а потом многотонная машина плавно касается бетонки Самарского авиационного завода. В цехах Самарского завода этот самолет проведет примерно два месяца. И это не только время капитального ремонта. В декабре в небо поднимется машина, которая станет надежнее и сильнее. У самолета будут усовершенствованные системы, связанные с его боевой мощью. И с тем, что применяемость этого самолета будет гораздо шире, чем она имеется сейчас. Это уже второй бомбардировщик, которому предстоит реновация в Самаре. Первый на днях покинет завод и отправится на боевое дежурство. Всего же в ближайшие два года по этой программе повысят свою боевую мощь полтора десятка Ту-95. Российские медведи станут еще сильнее. С полосы завода «Авиакор» эта машина впервые поднялась в небо четверть века назад. И вот возвращение в родной дом, где грозный боевой бомбардировщик ждет второе рождение. Андрей Волков, Артем Сулайманов, Владимир Юдин. События. Их работа овеяна романтикой, а будни полны стресса. Авиадиспетчеры отметили профессиональный праздник. В Самаре находится один из самых крупных и современных центров воздушной навигации в стране. С буднями людей, от которых зависит безопасность в небе, познакомилась Валерия Макарова. Небо – это как огромный трехмерный перекресток. Самолеты его пересекают на скорости 700 км в час и, если что, затормозить не смогут. Управляют небесными машинами с земли авиадиспетчеры. Татьяна Усова небо мечтала покорить с детства. Детская мечта, она то и детская, чтобы быть грандиозной, собиралась я вообще в космос полететь. Но до неба дотянулась и теперь являюсь голосом неба. Требования к здоровью авиадиспетчеров почти космические. Медосмотр каждый день до начала смены. Если врач заметит малейшие проблемы, к работе не допустит. На высоком уровне должен быть и английский язык. Экзамены сдают регулярно. До недавнего времени профессия авиадиспетчера считалась мужской. Эмоциональная нагрузка здесь колоссальная. Иногда связь приходится держать одновременно с 20 бортами. При этом следить за их перемещением, погодой, зонами турбулентности и вовремя сообщать обо всем экипажу. Последние лет 10 и девушки с удовольствием идут в нашу профессию. Кстати, должен сказать, они замечательно справляются с своими обязанностями. Всегда диспетчер находится в состоянии стресса. Потому что нести ответственность за не одну тысячу людских жизней – это очень тяжело. Всей воздушной навигацией десяти республик и областей России управляют здесь – из специального центра на территории аэропорта Курумыч. Небо повожья Татарстана и Башкирии. Под их контролем в сутки – это почти 4000 самолетов. Здесь используется технология так называемого «тихого зала». То есть диспетчеры общаются с экипажами воздушных судов с помощью гарнитуры. Если бы ее не было, здесь был бы настоящий гвалт сотен голосов. Отрабатывают рабочие моменты на специальных тренажерах. Здесь можно воспроизвести любую штатную и аварийную ситуацию. Так что самарские диспетчеры готовы ко всему. Работа центра аэронавигации не прекращается ни на минуту. Самое горячее время – ночь. Можно сказать, воздушный час-пик. Валерия Макарова, Константин Головин. События. В места не столь отдаленные отправятся вполне здоровые подозреваемые в жестоком преступлении. Гражданин Узбекистана, по версии следствия, изнасиловал и ограбил двух 11-летних девочек. Арестовать его удалось в рекордно короткие сроки. Хроника событий в репортаже Алины Чемерис. Повторите приметы. План перехват в Самаре объявляют около трех часов дня. Ориентировку на гражданину Узбекистана рассылают всем патрульным нарядам. Дорожные инспекторы и оперативники уголовного розыска реагируют молниеносно. Спустя три часа насильник уже в отделении полиции. Мужчина, имя которого не разглашают, признается. Был пьян, выпил две бутылки водки. Об изнасиловании якобы и не помышлял. Хотел просто рожиться золотом. Увидел дверь открытую, взял просто золото есть, да, да, есть. Там девчонки были молодые. Забрал золото и ушел сразу. И сразу через 20 минут в этот, как его, сдал в амбард. Уроженец Ташкента в Самару приехал на заработки. Семью, говорит, кормить надо. У самого жена и новорожденный сын. Но молодого отца, у которого уже есть одна судимость за вымогательство, не смутил юный возраст его жертв. Как предполагают силовики, насильник долго крался за двумя подружками, которые шли домой. Может, даже выслеживал с самой школы. По словам девочек, мужчина приставился слесарем. А когда вошел за ними в квартиру, угрожал их избить. Затем изнасиловал. Уходя, он прихватил золотые украшения. Выручку из ломбарда потратить не успел. Установить приметы преступника и задержать его оперативникам удалось в считанные часы. С сотрудниками органов внутренних дел удалось в течение трех часов провести комплекс мероприятий. Это по приметам в ближайшем магазине установить, что этот человек заходил туда за пивом. Потом установить, что он сел в такси. Впоследствии этого такси установить, в какое такси он сел. И в последующем по системе единой дислокации сотрудникам ГИБДД удалось его задержать. Сейчас все документы по делу переданы в Следственный комитет. С пострадавшими девочками работают медики и психологи. Алина Чемерес, Артем Сулайманов, События. Два самарских литератора попали в лонг-лист авторитетного литературного конкурса «Дебют». Главный приз – миллион рублей и, конечно, престиж. Один из авторов, рискнувший заявить о себе на этом конкурсе, Андрей Олих, обозреватель, автор стихов и повестей, посвященных мрачным страницам истории Самары. В частности, безымян Лагу. Так называлось исправительное учреждение, созданное в Куйбышеве в 30-е годы, и о котором мало что до сих пор известно. О непростой теме самарского писателя репортаж Марианны Мирной. В конце ноября 1941 года на безымянке было очень холодно. Самарка покрылся льдом, ветер гнал снежную крошку через замерзшую реку, дальше через рельсы. Ветер свистел, обтекая трубу безымянской ТЭЦ, и, слетая вниз, пробирал в охростах через шинели, заставляя их поднимать воротники, и тушил спички, поднесенные к папиросам. Больше 11 тысяч заключенных погибли в безымян Лаге с 1939 года по 1946. География лагеря доподлинно неизвестна, ни карт, ни схем не сохранилась. В архивных документах есть упоминания о железнодорожной станции Безымянка. Я в своем повествовании разместил штаб именно здесь. Отсюда, с этого места, 5 километров до ТЭЦ, 4 километра до второго участка льдоплощади Кирова, как она сейчас называется. Все измеряется именно отсюда. Это как бы центр повествования и начало самого лагеря. Уникальный в своем роде лагерь заключенных. Он единственный граничил с огромным городом. Здесь же зэки работали вместе с вольнонаемными рабочими. Первое свое серьезное произведение молодой писатель Андрей Олих посвятил событиям осени 1941 года. Впечатлений хватило на роман в 300 страниц. Свою книгу писатель впервые отправил на конкурс «Дебют» и сразу попал в лонглист. Серый, страшный, жестокий мир поселился в его голове. Больше года литератор работал с архивными документами. Говорит, книга из него всю душу вытрясла. Огромное кладбище. Оно находится на территории современного мехзавода и Красной Глинки. У нас есть памятник на выезде из города на мехзаводе. Крест стоит. Это единственный памятник лагерю Безымян Лаг. Престижная литературная премия «Дебют» – это миллион рублей на развитие творчества. За победу борется 21 писатель в номинации «Большая проза». А пока Андрей ждет результатов конкурса в декабре, пишет продолжение романа. Следующая книга – «Фураги». Тоже про родную безымянку. Только уже 1975 года. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. А эти мастера работают за колючей проволокой. Сидеть в тюрьме не значит сидеть без дела. Выйти на свободу они могут не только с чистой совестью, но и с новой профессией. А многие даже с высшим образованием. Благо, времени на учебу достаточно. Было бы желание. Павел Баймаков побывал по ту сторону решетки. Шестая мужская колония строгого режима. Здесь содержится почти тысяча осужденных. Судьба и сроки у всех разные. Несмотря на ошибки прошлого, коротать время многие предпочитают с пользой для себя и общества. В этом цехе бригада делает пластиковые окна. Заказы поступают отовсюду. Желающих много. Многие здесь получают эту профессию. Многие на свободе не сталкивались с этим. Поэтому это действительно профессия. Она востребована. А в этом цехе производят изделия из железобетона. Блоки, кольца и перемычки. Они уже используются при строительстве новых микрорайонов Самары. Помимо того, в шестой колонии делают мыло, порошок, изделия из дерева и многое другое. В колонии есть и собственная хлебопекарня. Производство не останавливают ни на минуту. Осужденные работают в три смены по 8 часов каждое. За сутки здесь производят почти 700 килограммов хлеба. Этого хватает, чтобы прокормить почти тысячу осужденных колоний и пациентов 19-й туберкулезной больницы. Качество хлеба, кстати, ничем не хуже, чем в магазине. На казенный стол пока никто не жаловался, говорят пекари. Это ремесло за три года отсидки освоил Владислав Дергачев. Готовить старается с душой. Оттого, говорит, хлеб такой вкусный и полезный. Чисто без каких добавлений, добавок, улучшителей. Правильно? Собственное производство, по словам руководства колонии, приносит неплохие доходы, а трудовая занятость дисциплинирует осужденных. Производство, оно приносит прибыль. Это модернизация производства, это покупка новых станков, это ремонт старых станков. Произвели ремонт у нас станков, которые по деревообработке идут. Идут сейчас заказы, мебельные заказы. Это кромочные станки отремонтировали. И станки по распиловке ламината. Это все идет от прибыли. Мы получаем, мы ее опять вкладываем. Помимо этого, при колонии работают образовательные учреждения. Средне-средне-специальные и высшее образование на сегодня получают 270 осужденных. По их словам, это поможет им выйти на свободу другими людьми. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Этот день настал, но будущее оказалось не таким технологичным, как его представляли 30 лет назад. Главные герои культовой трилогии «Назад в будущее» из 1985 года прибыли именно 21 октября 2015-го. Фанаты отмечают дату просмотром всех трех частей фильма, а наш корреспондент Мариана Мирная выяснила, какие предсказания сбылись и будем ли мы когда-нибудь путешествовать во времени. Что это еще такое? Таксисты. Какие таксисты? Мы же летим. Точно. Так, док, что здесь творится, а? Где мы? В каком времени? На часах 16.29 в 21 октября 2015-го года оказался путешественник во времени Марти Макфлай. Культовая трилогия Роберта Зимекиса о путешествиях в прошлое, чистой воды вымысел, говорят физики. А вот перемещение в будущее – другое дело. Предположим, что мы построили ту самую машину времени и хотим отправиться прямо в 2045-й год. До этого там, в общем-то, не нужно многое. Нужно всего-навсего разогнаться до такой скорости, чтобы время для нас прошло незаметно. Путешествия в будущее мы фактически с вами прямо сейчас, потому что время течет вперед, и мы невольным образом путешествуем в будущее. Мы привыкли считать, что перемещения во времени должны быть мгновенными. Наука говорит обратное. Чтобы оказаться в будущем, нужно достичь скорости, близкой к скорости света, что пока практически невозможно. Фантасты – движущая сила науки. Еще 30 лет назад делать точные прогнозы погоды синоптики не могли. Сегодня любой гаджет покажет температуру, давление и осадки. Здесь, в клинике, я прошел полный курс оволожения. Убавили морщин, прибавили волос, кровь перелили. На 30-40 лет помолодел. Прогнозы в отношении будущего сегодня делают и простые самарцы. Я думаю, что косметология, нанотехнологии тоже дойдут. И до 100-150 лет то, что у нас заложено в физиологии. Хотелось бы каких-нибудь экологически чистых новинок, потому что что-то уже сил нет. Мы так убиваем нашу природу всеми силами. Так что я надеюсь, чистой энергии достигнем. Летающее такси, электрошнурки на обуви и куртка, подгоняющая рукава по размеру. Такого в наше время еще не встретишь. 2015 год по версии режиссера фильма Роберта Зимекиса похож на реальной, разве что разноцветной одеждой. В 1989 году сценарист Боб Гейл описал 2015 год так, как он себе его представлял. Интересного и полезного было немало. Чего только стоит гидротировочный аппарат, способный превратить маленькую пиццу в огромную. Я уже не говорю, что летающие автомобили могли бы запросто решить проблему пробок. Что-то из фантазий удалось воплотить в реальной жизни. Но к самым смелым техническим новинкам человечеству еще предстоит долгий путь. Возможно, еще через 30 лет мы этого достигнем. Нужно проверить. Я отправляюсь в 2045 год. Интересно было бы пофантазировать, какой будет Самара через 30 лет. Представляете, в 2045 тогда уже, наверное, точно будут летающие такси. К слову, кроссовки с автоматическими шнурками уже появились. Их подарили актеру Майкл Джей Фоксу, исполнителю главной роли в фильме. Ну а пока у нас 2015-й. Впереди еще неделя. До следующей субботы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова